Давайте сделаем кратенький ликбез по операционной системе как таковой, многопользовательской. Итак, многопользовательская и многозадачная операционная система. Смотрите, вычислительный процесс запускается от имени конкретного пользователя. То есть существует такое понятие как юзер, который имеет некоторый юзер ID, соответственно, UID. Для того, чтобы пользователей классифицировать и администрировать их полномочия, их разделяют на группы. Соответственно, существует у каждой группы группа-идентификатор. Естественно, что операционной системой как программному обеспечению удобнее работать не с именами, а с идентификаторами. Поэтому в рамках файловой системы, в рамках пространства процессов у нас идентификаторы используются. А если необходимо сопоставить, что же это за пользователь, то операционная система топает в специальный файл и там она смотрит, кто ты на самом деле есть. Понятно? Соответственно, вычислительный процесс, который запускается в операционной системе, он имеет, он от имени, соответственно, какого-то пользователя. От имени юзера. И, соответственно, у него есть некоторые полномочия, которые доступны данному пользователю. И получается с его полномочиями. Что значит, по сути, полномочия? То есть у нас вычислительные процессы оторваны от реального железа при помощи операционной системы. Они абстрагированы. Вот тут много различных вычислительных процессов. Процесс 1, вычислительный процесс 2. Слушайте, ну, я их сейчас 2 нарисую, потому что у меня места мало, и нам достаточно для объяснения того, что их как бы 2. Так вот, вычислительные процессы живут, во-первых, изолированно друг от друга. Они не могут залезть в чужую память. А память, она вообще-то общая. То есть оперативная память, вот эти планки памяти, да, они вообще-то на физическом уровне, оно и пространство единое. Но при помощи аппаратной поддержки, при помощи контроллера памяти, разделения, собственно, полномочий, и при помощи того, что вся низкоуровневая деятельность, связанная с прерываниями, она в полных полномочиях ядра операционной системы, и больше никого. Но, скажем так, операционная система, она в принципе выполняется в привилегированном режиме, ну, почти вся, на самом деле, есть привилегированная и непривилегированная. То есть там есть некий слой, который относится к ядру, ядерным вещам, ядру операционной системы. Оно может все, то есть оно может, как это, как условно, как служба ФСБ, да, она может что угодно сделать, абсолютно. Ну, только она не имеет никаких собственных интересов, да, операционная система, она служебные роли выполняет. Вот, а верхняя часть операционной системы, ну, это некий API, скажем так, да, то есть некоторый application programming interface, там какие-нибудь условные там под виндой, там какой-нибудь .NET, MFC и всякие, и утилиты. Утилиты, на самом деле, это вообще, по сути, отдельные процессы, да, которые запускаются и живут рядом с вашими вычислительными процессами, ну, только у них вот какие-то отдельные там полномочия. Операционная система, кстати, ради своих собственных нужд создает отдельных пользователей, которые не являются людьми. То есть она создает таких псевдо, как бы, ну, они с точки зрения операционной системы вполне себе пользователи. Некие сущности, у которых есть собственный идентификатор, некая собственная группа, а самое главное, некие ограниченные полномочия. За счет этого какие-то вычислительные процессы, собственно, самой операционной системы, утилитки какие-то, они запускаются, но не имеют полномочий условного ФСБ. Понятно, вот как государство разделяет полномочия, такой институт имеет такие полномочия, имеет вот такие полномочия. Ну, и, соответственно, они бегают через какой-то там API, и операционная система для каждого вычислительного процесса при любом действии, любое действие, связанное с аппаратурой, оно проходит через Application Program Interface, через какой-то из интерфейсов взаимодействия с операционной системой. Ну, это может быть, если это на чистом C, условно, или на Assembly, бинарный программный код, ну, в конечном счете оно через это дело проходит. Так называемый системный вызов. То есть само вот это вот обращение, да, как это, как заявление через госуслуги, да, так называемый системный вызов. Так вот, системный вызов это всегда долгая операция, потому что это не то, что вычислительный процесс может сделать сам. И вот представьте себе, если вы делали хоть что-нибудь через госуслуги, то вы понимаете, что это, конечно, намного быстрее, чем бегать, если вы когда, если вы успели повзаимодействовать с государством без госуслуг, то вы знаете, что это еще дольше. А если вы можете совершить, вот что называется, да, вот этот системный вызов, но тем не менее оно должно там перевариться, потому что чаще всего предполагается, что по итогам системного вызова операционная система пойдет к реальному оборудованию, достанет из него информацию, да, и ее вернет вам обратно, как коллбэк, ну не коллбэк, на самом деле, просто как возврат из системного вызова. Хотя на самом деле, может быть, она вернет вам, вот я начала это делать, и вот тебе, ну какой-нибудь идентификатор, как это, номер вашего заявления вот такой-то. Приходите через неделю, да. Вы через неделю сделали, ну через сколько-то микросекунд, вы сделали миллисекунд, запросите операционную систему, как там, не готова случайно моя задача? Она говорит, нет, не готова, еще не готова, и вы можете с ней, то есть это взаимодействие, на самом деле, может быть и более длительным, но условно, когда вы делаете операцию ввода-вывода, например, операционная система, я хочу достать информацию с жесткого диска, файл такой-то. У реального жесткого диска вообще нет понятия файл. Вот у железяки, да, вот у, собственно, хард-привода, неважно, SSD-привода, у него есть, да, даже кластеры, это уже некоторая, как сказать, виртуализация над реальной железкой. У него есть, если говорить про хард-диск-древ, у него есть, соответственно, реальные железяки-диски, да, номер головки считывания, с какой стороны мы этого диска считываем, а там этих дисков несколько, да, соответственно, этот сектор, а, цилиндр и сектор. Head, цилиндр, сектор. Вот это физическое местоположение информации на жестком диске. Операционная система делает два уровня, как сказать, железяка самого, контроллер, который живет вот здесь, он делает первый уровень абстрагирования, он приподнимается и уже номера кластеров, а где это реально валяется на жестком диске, это уже дело его, а не, даже не операционной системы. А операционная система имеет пространство вот этих вот кусочков информации, кластеров, а она делает над ними некий новый уровень абстракции, который называется файлом файлы. Естественно, что вся информация про сами файлы, где они лежат, она должна храниться на самом же жестком диске, и, соответственно, вот это мета, сами файлы, плюс информация о их местонахождении, об их названиях, и, внимание, о идентификаторах пользователей и групп, она должна валяться на жестком диске. Понятно? Но, тем не менее, именно операционная система имеет полное взаимодействие с файловой системой и умеет ее правильно интерпретировать. Жесткий диск – это один из конкретных частных случаев железа, hardware. То есть у нас глобально как бы это мир software, да, только с разными, как сказать, полномочиями. Здесь у нас есть государство и пользователи этого государства, вычислительные процессы. Так вот, еще раз, я к чему? Вот всякая асинхронщина, да, всякие асинхронности, они предназначены для того, чтобы мы могли запустить какой-то системный вызов, но не дожидаться его окончания, да, а спокойно продолжить вычислительный процесс дальше, а когда нам наконец-таки вернется, да, то есть в этом смысле, что вот я, как сказать, кого-то поставил в очередь в, не знаю, есть еще, знаете, способ взаимодействия с государством через МФЦ. Да, то есть условно, вот я запустил кого-то файл считывать, да, или ждать, когда с клавиатуры вернется. Это же дольше всего, когда пользователь вводит. Или посети запрос. Пошел запрос посети, и человек встал в очередь, и он будет стоять себе, стоять, а второй, и вторая нить исполнения, например, она продолжает жарить и взаимодействовать. Это в рамках одного учительного процесса, просто многопоточность с асинхронностью. Но мы это дело еще раз говорю, мы сейчас не будем про это дело много обсуждать, потому что вот эта асинхронность, она больше интересна тем, кто занимается сайтами, сайтостроением, ну, либо, если вы сами пишете приложение, там, типа оконного или сетевого. Вот, ладно. Значит, я что хочу сказать? Что вот мы, осуществляя систему... Сейчас мы концентрируемся на другом, на разделении полномочий. Так вот, в тот момент, когда вы запрашиваете у операционной системы БИШ-государства, запрашиваете у него, операционная система, достань мне содержимое такого-то файла. Операционная система, вместо того, чтобы сразу идти и доставать вам содержимое этого файла, она вначале проверяет ваши полномочия. Точнее, не ваши. Вы, как реальный человек, для нее как бы почти не существуете. Для нее существует оборудование, для нее существуют вычислительные процессы. Она проверяет полномочия этого процесса, который она сама же у себя в реестре хранит. Она смотрит, а кто этот гражданин вообще? А кто этот гражданин? К какой группе пользователей он относится? От чьего имени запущен этот вычислительный процесс? Ну, то есть, условно, как знаете, вычислительные процессы, запущенные от имени одного пользователя, это как бы доверенные лица. То есть, вы выписали доверенность, и нас там, набор людей. Вы действуете не сами, а они действуют от вашего имени. Вот, соответственно, вычислительные процессы, но у каждого из них, соответственно, он вот именно ваш и только ваш доверенный. Соответственно, у него, за ним закреплен юзер ID, да, ну и группа ID, наверное, тоже, но не суть. Самое главное, что юзер ID за ним закреплен. И операционная система смотрит, ты собираешься открыть файл такой-то, такой-то. Хм, дорогой, а файл этот, как я вижу, по файловой системе, файл этот не для тебя. Не для тебя. И она ему этот файл может просто не дать. Да, и ответом произойдет отказ. Скажет, дорогой, тебе этот файл просто нельзя. Понятно? Вот это касается не только файлов, но дело в том, что в Unix подобных операционных системах любое, все, что угодно, это файл. Какой-либо ресурс операционной системы имеет некое имя в виртуальной файловой системе. То есть, бывает, в файловой системе Linux есть, ну или FreeBSD, любых Unix подобных. Так вот, в них есть реальные файлы, которые на жестком диске валяются. А есть файлы, которые, их нет на жестком диске и не будет никогда. Они виртуально существуют, но вы их, тем не менее, можете увидеть и открыть. Можно на них посмотреть. Давайте полезем и посмотрим на какие-нибудь из таких файлов. Сейчас, одну секундочку. Так, это... Ой. Так. О, все, теперь я открылся. Значит, что мы делаем-то? Я хотел показать существование файловой системы. Давайте пойдем в корень файловой системы. Ну, слушайте, есть такой-то файловый менеджер Midnight Commander, да, который вот двухпанельный, и в нем можно вот, что называется, бегать и смотреть вот тут, вот, вот, тут, вот, там, зайти сюда, туда. Вот, соответственно, там, в ЕТЦ это, ну, это вот текущий, это мой ноутбук непосредственно, да, на котором я сейчас сижу. Вот, это не какой-то удаленный, далеко находящийся сервер. Вот. Значит, что я хочу? Я хочу показать, что вот условно некоторое содержание файловой системы, да, там, opt, proc, root, run. Root это папка пользователя. Я пытаюсь туда зайти, он говорит, невозможно сменить каталог. Почему? А потому что я, находящийся сейчас на компьютере TK Note, да, на компьютере TK Rian of Note, да, находясь под пользователем TK Rian, не имею права, права не имею заходить в папку root. Понятно? То есть есть папки, куда можно заходить, а есть, куда нельзя заходить. Вот я хотел вам сказать, что есть такие куски вот этой вот файловой системы, на самом деле это по сути не одна файловая система, здесь много файловых систем, реальных разделов жестких дисков сюда подмонтированных, да, в которых что-то, user это что-то вроде программ файлс. А, какие-то games тут валяются, да, bin есть, user bin, тут какие-то тоже всякие файла валяются, но это как экзешники, только они не, видите, зелененькие, только они не имеют расширения, да, в Linux исполняемые файлы, они просто вот, вот какие есть, такие есть, пожалуйста, да, там, bzip, какой-то там еще, но тут много ссылок, вот, короче, ну не суть. Эй. Ну, я все, я отсюда выйду. Значит, я отсюда выйду на самый верх, home вверх. Вот, там, библиотеки, share, ну, короче, как программ файлс, вот нечто подобное. Там, var, это всякое место там для логов, кэшей, бэкапов, e-mail'ов и так далее. Это обычно, это папка, в которой более-менее больше полномочий, и есть под папочкой такая tmp для временных файлов. Надо сказать, что сюда обычно такая свалка, да, где любой процесс может теоретически взять, ну, теоретически, а практически, то есть, вычислили процессы, привыкли к тому, что папка tmp, это место, куда можно взять и создать свой файл. Ну, и все. Взять и создать здесь файл всегда. Ну, вот. Ну, если другой процесс будет иметь такие же полномочия, как у вашего, то есть, он запущен от того же самого пользователя, например, то, скорее всего, он тоже сможет к этому файлу доступиться. Ну, если вам надо файлик, в который что-то набросать, то можно туда в tmp кинуть и его там туда что-то выкинуть. Всегда. Да, то есть, текущая директория, место запуска, оно может быть и не доступно для записи, да, то есть, ваш файл может быть, исполняемый файл, может быть закрыт для модификации. Ну, это нормально вообще-то, да, то есть, чтобы его сам файл, сам себя не покорябал там. Ладно. Что я сейчас хочу сказать. Ну, файловую систему сейчас вот, да, двухпанельный менеджер бывает неплох для непосредственно работы вот с файлами. Вот люди, которые никогда не видели, никогда не видели двухпанельных менеджеров, только работали в условном проводнике Windows там или чего-то еще, они могут даже не осознавать, насколько это, ну, вот, где там мы живем, где-то тут. Вот, гитхаб, где там наш PyDTN, значит, соответственно. Я, на самом деле, сам даже, я привык больше к самой командной стаке, чем вот к нему, но тем не менее. В двухпанельных менеджерах, на самом деле, можно делать довольно много чего, да, там я могу файлики, ну, можно тупо открыть его, да, этот редактор, который здесь присутствует, не сказать, чтобы супер классный. Эй, уйди, как тебя, я, кажется, куда-то вышел не туда, как это, как интересно, я туда вышел, это было не то. О, F4 я вроде не нажал. А, F4 мне открыл Vim, а в Vim уже, видимо, что-то было открыто. Ну, не суть. Короче, ну, F4 у меня хотя бы Vim запускает. Вот, ну, есть тут всякие там менюшечка, в которую можно зайти. Это некий такой дружественный способ жить под почти командной строкой, да, ну, и при этом работать с файлами. То есть я могу взять там и скопировать что-то куда-то, взять и что-то куда-то скопировать, там, или что-то удалить. Или что-то, еще раз говорю, там, скопировать, условно, там. Пожалуйста, вот у меня файлик скопировался из директории в директорию. Значит, да, ну и массовая работа с файлами тоже присутствует, типа, там, плюсик нажали на этой самой, и он мне там, плюсик и звездочка. И он мне все файлы, и там, давайте сбросим их все, отметку, чтобы это самое. Я делаю, соответственно, плюсик и говорю, отметь все файлы .cpp, звездочка .cpp, тадам! И потом их, например, удалить. Нет, не надо удалять. Ну, короче, есть вот механизмы по, механизмы по, в самом вот таком вот двухпанельном менеджере, но я сейчас не буду вас к нему слишком сильно приучать. Вот я сказал, что, ребята, и существует, там, Midnight Commander MC, такой популярный двухпанельный менеджер. На самом деле, на серваке, он может, ну, куда вы там будете заходить, может и не стоять. Вот. Так, значит, я сейчас рассказал про то, что... А, я хотел сказать, что в Unix-подобных системах, да, в Linux и FreeBSD, да, я сейчас, давайте конкретно, в GNU Linux все, вот все, что можно, это файл. Ну, то есть все, с чем операционная система взаимодействует, любой ресурс, или реальный файл, или сокет по сети, это все равно будет файл. Ну, давайте вот я покажу вам, что сами вычислительные процессы имеют некие, условно, файлы, файлы, да, которые... Это папка Proc в корневой, в корневой папке Proc. Ну, давайте покажи мне их. Да, их много, конечно, но тем не менее. Посмотрите, да, вот есть такие папки, целые папки, которые соответствуют чему? Реальным вычислительным процессам. Давайте посмотрим. PS, A, X, U. Я запускаю PS. PS это на самом деле что? Это Processes. Вот если спросить, кто такой PS? Ой, MAN. О, Reporter Snapshot of the Current Processes. Ну, то есть текущее состояние, а какие вообще процессы есть? Ну, и у нее есть разные опции, там, соответственно, вот... А, у X... А, написано, что она чуть-чуть отличается. Немножко. Ну, не суть. Короче, а у X это довольно часто используется. Есть разные экзамплы его использования, как именно посмотреть процессы. Every Processes Standard Syntax, минус E. О, значит, лучше пользоваться, я почему-то привык этому, к тому варианту. Вот, минус E, вот это посмотреть все процессы, какие только есть в системе, сейчас запущенные. Видите, начиная с PID Process Identifier 1. TTI это консоль. В какой консоль этот файлик запущен. Ну, и вот там команда, какой командой он был запущен. Вот. Между прочим, сказать, процесс 1, это процесс ENIT такой, да, который порождает все остальные процессы, и его нельзя убивать. Если его убить, будет плохо. Так, ну, а его убить еще очень сложно, полномочий не хватит. Потому что, запуская системный вызов, операционная система, хочу уничтожить такой-то процесс, она скажет, а ты кто такой, чтобы его уничтожать? Ты что, сотрудник спецслужб? Вот, я тебе не позволю. Вот, короче, X.org. Так, 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 сейчас, секунду. Cinnamon, это моя графическая среда. Давайте что-нибудь условно поближе. Вот видите, куча, то есть у меня есть терминатор, это терминал такой, в котором вот эти вкладки, он позволяет там разбивать на несколько экранчиков. Типа вот, вот так вот. Ну, мы этим потом еще воспользуемся, мне сегодня это понадобится. А вот хочу я сейчас что? Ну, а он, от него открыто несколько интерпретаторов командной строки Bash, из них какой-то там Python открыт. Слушайте, давайте вот здесь, видимо, рядышком, вот рядышком, так, это у меня Юпитер тут открыт. А тут, что это такое? Это еще один Юпитер открыт? А какой из них правильный? А это вообще оно? Я не знаю, какой из них правильный, кого из них сейчас прибью. Кого-то могу прибить сейчас. Ну, давайте прибьем его, ну его. Давай, шатдаун этого сервера. Я хочу открыть что-нибудь попроще, типа этого. Ну, тупо, ну, мне нужен процесс, который будет длиться долго. Ну, например, Python. О, запустился процесс собственного интерпретатора Python. Давайте этот процесс у меня еще и откроет какой-нибудь файлик. Open файлик 1.txt на запись. О, открылся файл на запись. Я сейчас совершил системный вызов. Да? И давайте я сейчас туда, в write, соответственно, сделаю некую запись. Hello. И файл я пока не закрываю. Я туда 5 символов отправил. Запихнул. Вот. Давайте посмотрим. А у меня этот вычислительный процесс появился или нет. Ну, мне придется сделать новый снэпшот. Новый снэпшот. На самом деле я хотел бы еще увидеть, от какого пользователя это запущено. Поэтому я сделаю you. User. И видите, тег хириа, да, вот. Сейчас выведены пользователи только моего пользователя. Выведены процессы только моего пользователя. На самом деле, да, процессов, конечно, вы видели намного больше. Ну, тут что, атом там запущен, да. Та-та-там. Х1 свинцы. Так, а где же он? Python. Тот ли он или нет? Даже не знаю. А все ли он вывел? Я все-таки выведу в этом привычном для себя бездешном варианте греб, что там, текерянов. но много он их сделал процессов давайте из них сделаем еще и греб этого самого python я хочу найти тот самый процесс я сейчас слишком много команд пользуюсь сразу да но тем не менее вот он нашел все питоны запущенные такириановым я немножко уменьшить чтобы это дело хотя примерно помещалось сыном он лончер терминатор все это запущено через python то есть как видите у меня ансамбле при помощи питона запущено довольно много чего есть сами линуксовые программы запущенные при помощи стандартного линусова python а вот это запущен на не кондовский так и о юпитер лап а вот слушайте ну видимо вот этот python видимо вот этот процесс у меня тот самый вот этот до 100005 ну а раз так слушайте вот я хочу сейчас моя задача сейчас какая я хочу показать вам что этот вот процесс он реально суще реально существует как файл а даже реально не как файл а как давайте 100005 в папке проц есть вот такой вот такая папка как только я прибью этот процесс ну или он сам закроется этой папке больше нибудь эй сервер connection error это понятно я же его грохнул поэтому он грохнулся закроемся значит я хотел сказать что я закрыл процесс закрылся самостоятельно сейчас где-то дорогой а теперь этой папке не будет просто нет такого файла то есть вычислительный процесс запускаясь но сейчас у него какой-то свой идентификатор давайте я снова открою файлик снова то чем запишу ну про я сейчас это делают целенаправленно до чтобы я понимал что мой вычислительный процесс сейчас в принципе существил да естественно что он как бы он будет уже иметь не такой номерок да я даже не знаю какой номер у него будет но я догадываюсь 11669 я почему потому что он по идее должен выдавать более-менее по порядку слушайте на самом деле я просто лучше еще разок сделаю поиск моего процесса нет я ошибся 1 0 5 1 3 скорее всего вот он проц и вот в этой папочке да у меня валяется куча всего куча всего да и я могу на самом деле посмотреть содержимое этих файлов вопрос как мне смотреть содержимое файла есть несколько способов вот давайте начинаем потихонечку про камну на хорошо бы начинать как разговаривать про команды собственно тут бегаю какие-то команды выполняю ничего особо не рассказал ps я сказал да посмотреть процесс хотя тут уже и сразу с какими-то параметрами дополнительными там греб делаю вот сейчас кратенько поясню значит тем не менее давайте давайте в качестве первой команды скажу а как собственно увидеть содержимое файла самый примитивный способ увидеть содержимое файла это сделать кат кат вот соответственно давайте что-нибудь про процесс посмотрим ну слушайте сейчас секундочку на давайте на давайте логин юид 1000 все то есть даже энтера файл логин вид не содержит даже энтера после тысячи кто такой тысяча я вам могу сказать на потому что я могу сделать сейчас кат из папочки и т.ц соответственно есть такой passvd файлик вот который содержит в себе пользователей единственное что там их слишком много поэтому я сейчас сделаю оттуда греб именно текирянова так уж сложилось что файлик называется passvd но реальных паролей там нету поэтому я совершенно без опаски и могу показать содержимое когда-то очень давно наверное там они хранились исторические файлик так называются реально етц passvd это все всяко всяко разно по-русски если перевести етц ну и и т.д всяко разно в этой папке етц на самом деле конфигурации хранятся это файл типа реестра windows только он в linux в винде реестр это какая-то хрень а здесь это ну папка с файлами там лежат настройки всяких программ но в частности ли там лежит как сказать полный список всех пользователей операционной системы из них сейчас все не буду показывать на ноткратенько у моего пользователя соответственно 1000 это его идентификатор юзер айди а вот это это группа иди то есть пользователь он у меня был создан первым поэтому среди обычных пользователей у него такой красивый идентификатор юзер айди и мой процесс когда я посмотрел в его на процесс вот этот вот вот этот вот он у меня как видите в логин ю айди да у него там хранится 1000 и так мы сейчас осваивали команду кэт кошенька вот на самом для сло кэт еще значит это самое если его как глагол то это не совсем приличное слово но в смысле такое выплюнуть как бы до выблевать простите вот тут соответственно кэт он содержимое содержимое файла он может выплевывать да вообще для чего давайте вот я сейчас перейду вот немножко еще с ним повозимся значит где мы это делать будем давайте в папочку в домашней папке да домашняя папка кстати домашней папки хранятся в папке home это надо знать сиди чейндж директоре я сейчас перешел в домашнюю директорию сиди pwd это ну где я сейчас нахожусь где я pvd это путь полный путь к текущей папке на соответственно на есть еще ls есть дир и лс это почти одно и то же дир это а что здесь то есть если pvd где я дир это что здесь ну слушайте если уж про эти команды разговаривают и есть командочка такая хуэмай ах то я ах то я хуэмай товарищ ты ты кирианов не волнуйся понятно ну сейчас одну секундочку я жарко очень день такой хороший вот жарко прям так вот значит что еще вот из командной строки на то есть ну понятно дело нужно уметь перемещаться по папкам да это понятно да че еще листинг лс 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 она красивая с подсветкой но это потому что у меня по умолчанию она стоит собственно у нас с подсветочкой она кажется все таки без you color color и она делает с подсветочкой но она у меня это делает и так с подсветочкой листинг можно делать более подробный это очень важно уметь делать вообще у команд бывают опции то есть то что у кама после парабела написано это уже параметр командной строки соответственно у листинга есть вот такая опция минус а она позволяет видеть скрытые файлы в а линуксе скрытые файлы начинаются с точки два файла которые я сейчас вижу точкой две точки это спецфайлы это директории это директория текущая а это директория родительская у нас же иерархи папками все разложено соответственно я могу всегда сделать change директоре текущая но это шутка потому что из текущей директории перейти в текущую директорию ничего не происходит да или перейти в родительскую change директории две точки на самом деле я могу сделать сейчас очень прикольную штуку смотрите я перехожу в папку home внутрь внутри папки home я перехожу в родительскую потом я перехожу в папку home потом я перехожу папку в под папку текхерианов из которой перехожу в родительскую папку из которой перехожу в родительскую папку из которой я перехожу в папку это c ну то есть я говорю как это как это твой как тебе сказать у сына хоум а его отец его у его отца сын хоум у его сын ну я условно в этом иерархе фамилия сын тахирианов да у него отца отец его сына цитара то есть как раз ну обычно это некое излишество да реально я попал всего лишь из текущей папки это на самом деле все лишь был мой сын ну в смысле вот я находился в корневой да вот так вот я вот он прополз его туда заткнулся на самом деле такое может быть нужно если я нахожусь слушайте нетверкинг куда-нибудь вот я нахожусь в какой-нибудь вот такой папки я могу сказать выйди в родительскую косая это соответственно содержимое там выйди в родительскую зайди в опт зайди слушайте вот так и получается сразу выпрыгнул и тычь 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 слушайте на самом деле не обязательно писать путь от текущей папки я всегда могу сказать так называемый абсолютный путь для того чтобы сменить директорию могу сказать тупо абсолютный путь для этого надо начать с косой черты то есть если я буду прыгать в родительскую папку в родительскую папку в родительскую папку то я в конце концов оказываюсь так называемый корневой папки она вот у меня сейчас в моей командной строке обозначается вот так то еще в корневой папке да если я скажу где я-то он говорит ты в корне товарищ выше подняться невозможно это единственная папка для которой у меня две точки это она же сама понятно выше подняться нельзя вот так вот я всегда могу написать так называемый абсолютный путь например там холм тык хирянов github и как там пойдет наш да пап я могу сделать ls листинг с параметром и он не переходя в эту папку говорит кто в ней а могу чем директоре прыгнуть в нее обратите внимание что холм тык хирянов он в командной строке мне не пишет а вместо этого пишет тильду дело в том что тильда это такое сокращение до сокращение для директорий для домашней директории каждого пользователя у каждого пользователя юзера у него есть своя домашняя директории это удобно процессы соответствуйте он когда загружается загружается в смысле логиниться да он получает доступ на машину так или иначе ой как обычно обычно оказывается в своей домашней директории вот так ладно что еще я мне раз вот я рассказываю про всякие команды вопрос а чьи команды вам рассказываю то есть явно то что здесь вот сейчас вот происходит а вот та хренька то с которой я сейчас взаимодействую это некая некая оболочка то есть есть оболочка пайтона да а это кто такой товарищи вот если у пайтон это интерпретатор до интерпретатор и в нем можно делать какие-то действия можно писать for я сделал поменьше да на самом деле тот с кем я взял вот здесь вот взаимодействую это тоже оболочка она тоже программируемая я тоже могу на самом деле даже написать на этот самый цикл до for a in ну я сейчас напишу вот такой вот цикл соответственно и эту ай как переменную я тоже могу доступаться к ней как к переменной синтаксис цикла будет другой да но тем не менее я вот я сейчас запустил в одну строчку на самом деле можно его запускать и в несколько строчек вот соответственно я не помню про точки запятые в этом случае будут нужны или нет ненужные точки запятыми то что в разных строчках это написал да вот как видите здесь ненужные отступы кто это такой это товарищи так называемый бэш бэш это собственно интерпретатор он валяется в папке user bin но в по сути как в программ файлс до бинари и там валяется собственно юзер бин бэш вот это командная строка я могу ее как сказать запустить да но ее запуск он приведет к запуску точно такой же то есть когда я запускаю python то я вижу что она собственно вот такая появилась да а тут я как бы ну получается что я запустил из нее ее но здесь если сделаю из нее exit то видите никуда не вышел да ну-ка на самом деле я вышел просто я попал туда же ладно короче у нее у этой штуковины у самой командной строки born again shell рожденная заново оболочка бэш она является одним из не простейшим но одним из самых простых интерфейсов взаимодействия с операционной системы командным образом она на предназначена именно для удобного удобной работы с файлами и так далее знаете я вам скажу так теоретически если вы любите питон и умеете работать через питон запускать файлы и тогда если вы хотите можно сделать себе в качестве стандартной оболочки питон вместо бэша но это будет странно это будет странно потому что питон все-таки скорее для программирования чем для работы с файлами но в принципе так вот почему нет ну экзотика ну ладно порассуждали значит теперь я хочу сказать что что ну люди обычно пользуются либо бэш либо бывают на самом деле бывают еще и другие например есть си шелл а он у меня не стоит там какой-то тиши л есть z шелл у этих у меня нет я я пользуюсь бэшем вот есть просто шелл это упрощенная оболочка юзер бинш она к витил она на самом деле тоже умеет много чего да она тоже можно ls запустить тоже можно спросить где я хуэ май кто я но бэш содержит всякие дополнения наросты всякие до навороты вот и ну любители других шеллов иногда этих любителей бэша называют башистами но на самом деле не всех меня нельзя назвать башистом потому что я не пользуюсь никакими наворотами бэша которых нет в других оболочках вот я их не знаю детально но вы просто я им пользуюсь он мне привычен и приятен и он работает обыч обычно установлен по умолчанию ладно и чё хотел сказать я хотел здесь поработать с файликами lesson 5 change directory lesson 5 листинг кто тут есть а тут только что файлик был создан я вообще-то его хотел вам показать на самом деле я его уже закомитил ну вот гид вы же работали с гидом в командной строке да мы что эти командочкам рассказывали гид статус и так далее но тут пока тут лежат не отслеживаемый файл на самом деле я уже закомитил в lesson 4 после нашего предыдущего урока закомитил еще там несколько дополнительных файликов вот они очень ценно их стоит рассмотреть вот так вот там есть этот сейчас кого вам показать то в первую очередь показать вам надо сейчас сейчас чтобы я не ушел слишком сильно ну вот есть cat да я вам говорил я сейчас не буду уходить в детали про этих самых содержаний этих файликов есть кэт но кэт вываливает прямо сюда то есть он вываливает на консоль кстати интересно я забыл вам сказать а что если я просто запущу кэт будет очень прикольно hello hello who are you что он делает он что ему не напишу он мне это печатает в ответ первый вопрос стоп подожди я как отсюда выйти два способа первый это control c ну я пишу это сейчас текстом просто чтобы было понятно да ну и я же текстом напишу control c он мне пишет control c но если я нажму control c то у меня высветится вот такая вот штуковинка да ну в этом в маке на ракоманцы я не работал с маками не знаю наверняка команцы короче это команда называется сиг интерапт сигинт такой сигнал закройся ну и приличный вычислительный процесс получив сигнал на прерывание он обычно реально делает интерапт ему говорят пошел вон и он идет вон куда ему сказали да он не наглеет на самом деле вот командная строка бэш если ей отправить control c она не закрывается бэш на control c реагирует по-другому бэш он просто текущую команду перестает выполнить кстати интерпретатор питона он ведь тоже самое делает то есть он делает интерапт да но при этом текущее вычисление он прервет если оно там было да ну я не знаю ну я могу запустить каунт например да только не принтовать его а они там суммировать звездочка интересно сам справиться так или нет а можно в шубе звездочки сам каунт 1 ну и сейчас он уйдет в бесконечный цикл эй а мне надо и импорт сейчас мы бесконечный из и тертуз на возьмем каунта и сделаем суммирование последовательности бесконечный самый сумм каунт и он у меня уходит в бесконечное вычисление а сейчас он мне грохнет память control c дорогой не хочет зато процессор пошел грузится я видимо до интерпретатора дело не доходит интерпретатор никак не ловит мух ну ладно я нажал control z control z это означает по спи дорогой текущий процесс отправили спать и давайте посмотрим видите у меня вон там то что я тут а там много раз открывал давайте kill all да уйди ты close window kill all kill это команда на который посылает сигналы но поскольку чаще всего посылается сигнал убить процесс то и акилл она не по программе по идентификаторам не по пидам действует а по названию соответственно я сейчас kill all всех процессов которые называются атом всем послал с и гинт ну и они это само закрылись на на сейчас у меня остался процесс кроме самого бэш который здесь у меня висит на моей консольке у меня ps зафиксировал сам себя увидел с вот таким идентификатором уже закрылся теперь следующий раз я запущу ps он меня другого выведет да но кроме того он видит процесс python а если я скажу ps и не а не x а у то он мне покажет процессы данного пользователя скажет что этот товарищ как он потребил секунду времени вторых он находится в состоянии терминой этот он у меня как сказать усыпленный он не просто спящий он не зомбак у него еще вычислительные ресурсы не отданы он жив но его терминировали на самом деле я могу вернуться к тому процессу который комбинации control z я нажал control z сейчас просто пишу чтобы было понятно что произошло вот я могу к нему вернуться есть такой командочка кстати кроме ps командочка jobs jobs работы вот сейчас на фоне у меня есть работа но она остановленная то есть я тупо взял его и стопанул этого python но если я хочу чтобы он негодяй продолжил свою работу дурацкую там кучу памяти ждет у меня сейчас скорее всего я могу посмотреть сколько топ вычислительных процессов советовали какой-то был другой новый вариант топа как в этом кто-то мне советовал новый вариант топа нет я не помню товарищ я воспользуюсь старым добрым топом старый добрый топ значит и меня интересует что меня интересует сортировка по памяти мэмори инфу а значит только сорт как его там не фильтр by эффектив и не юзер эффектив юзер сейчас мы ему скажем и у вич юзер так хирянов а вот вычислительным процессу только тэг хирянова так я не вижу ладно не вижу свой вычислительный процесс на самом деле не вижу свой вычислительный процесс значит а чё делал глобально чё делал shift page up крутит вверх по терминалу что я хотел я хотел посмотреть на этот процесс и кильнуть его ну давайте что ли я еще раз его посмотрю jobs у меня вот есть эта работа я могу и и вот эту работу дурацкую запустить в foreground для этого мне достаточно сказать foreground ну и поскольку в рамках текущего к окна терминала у меня этих работ мало а именно по сути 1 то я могу сказать foreground python отправить его foreground и он продолжает сейчас грузить мою память елки-палки и не реагирует на сигналы пойди поспи опять а да прошу прощения отправив его его foreground на самом деле я могу нет ничего не могу foreground то есть я его поднял по сути опять снова запускают как сказать ну-ка давай ка пора пообщаемся с тобой но есть еще один способ я могу отправить процесс в background и он у меня продолжает выполняться до в jobs он у меня присутствует да но на давайте слушайте кильнем его что ли я его f foreground вытащу его обратно а то он меня сейчас грузонет всю память поспи дорогой ps так и давайте кильнем килл я его кильну жестко есть такой сигнал называется сиг килл это я прошу операционную систему убить его не спрашивая не аккуратно а прям вот сиг килл пятьсот десять пятьсот тринадцать ни в коем случае не килл ол а иначе у меня килл ол минус девять пайтон убьет все питоны а запущенные от текхирианова нет я хочу прибить конкретный вычислительный процесс вот этот вот достаточно килл посылает сигналы если что про любую команду в линуксе можно спросить его менюл мэн мэн и мы смотрим а что вообще килл делает сэнда сигнал то и процесс не так все страшно не обязательно пулю ну вот собственно можно написать сигнал да какой-то конкретный соответственно их можно полистить посмотреть килл а какие сигналы существуют расскажи мне про свои сигналы как видите сигналов довольно много я вам скажу в основном эти сигналы приводят в нормальных ситуациях во многих они приводят к если они не обрабатываются процессом явным образом то они приводят к его завершению но процесс может большую часть этих сигналов процесс может начать научиться обрабатывать нам это вообще-то не надо вот нам это обычно не надо но вот девятый знать надо потому что девятый это сиг килл это именно самый жесткий а сигинт это интерапт это мягкое прерывание программы его иногда бывает нужно сказать программка закройся пожалуйста ну и чтобы программка успела как сказать свернуть свою деятельность да и уйти аккуратно а не бросить все как есть и и труп валяется да она уходит и ничего за собой не оставляет понятно прерывать процесс лучше через сигинт я почему сейчас не смог этого сделать то что я ну я запустил суммирование суммирование бесконечной последовательности возрастающих чисел да она жрала память у меня и это самовыслительные процессы они вообще и ни на что не обращала внимание продолжала вычислять бесконечно вот я ее грохнул так короче давайте еще я показываю разные командочки хорошо бы сделать может этот какой-то выжимку потом из того что я вам рассказывал да там списочек этих команд для быстрого повторения конспект вот если кто-то из вас делать я буду благодарен если нет может быть я сделаю лучше если кто-то из вас сделает ладно значит с процессами дальше jobs я показал вам for a ground background я показал для длинных процессов вычислительных давайте еще раз это запущу питончик в рамках питона и сейчас запущу какое-нибудь вычисление на которое будет тратить время но немного как сказать тратить вычисли процесс но не страшно ну для этого мне достаточно будет запустить тайм не запустите за импортить и просто вычислить этот процесс будет что-то делать спать делать спать делать спать ну так умеренно да for i in каунт бесконечно да я не помню каунт там ему обязательно параметр линия мне кажется что если без параметров то он тупо начнет от нуля сори я забыл интертулс бесконечный цикл где ай считает дальше я что делаю я буду спать time.sleep соответственно по сколько секунд будем спать ну давайте по три секунды по пять ну давайте по пять пореже действительно ну и будем что-нибудь печатать print hello ну и ай да hello и ай опочки и мой вычислительный процесс этот цикл никогда не закончится соответственно вот у меня мой интерпретарь питона поехал мне долбить вот эти вот слушайте может быть надо было почаще давай я ему говорю поспи дорогой и он спит да и все больше ничего не происходит вот он так давайте его что называется разбудим и отправим его ну если он один на самом деле могу не писать никого просто бэгэ и все он понимает поскольку среди джобсов одна работа то он начинает долбить делать ее деятельность ну что неприятно что этот товарищ плюет мне свою деятельность он выплевывает мне ее прям что называется вот на меня на экран на консоль то есть я понимаю что я в принципе то могу дальше что там команды писать какие-то да там смотреть на процессу ну прямо в процессе да у меня вот происходит фигня какая-то я открываю midnight commander какой нибудь да ну чё в midnight commander он не будет видите там где мой курсорчик видите где курсор он продолжает мне прям долбить текст прям в мой midnight commander да я пытаюсь вот переходить туды сюды я перехожу ведь полный бред какой-то да то есть мой процесс отправлен и я вышел за midnight commander то есть короче запускать на фоновое выполнение вычислительный процесс который выплевывается всякой информации да это очень странно дайте я его на фореграунд и сделаю control c ну слава богу он у меня аккуратненько прервался давайте я сейчас этот скриптик который я тут написал да сделаю в качестве так и перейдем в lesson 5 эй а я не там нахожусь да я говорил про тильду я могу начинать не только от корневой папки но и от тильды это такое сокращение сразу соответственно github lesson 5 эй github не lesson 5 а вот после этого это то же самое что клеер команда клеер она подтирает то что было выше на самом деле она первая команда клеер она делает не подтирает а вот если я нажму control l control l два раза то он стирает именно все что было выше и мы не увидим уже содержимого интересно он его не то что он как бы пустоты тут немножко бросает вверх ладно ну короче вот если мне нужно очистить то есть у меня что-то было куча фигни ps а x у меня уже как сказать экран загрязнился я нажимаю control l или команда clear control l быстрей и он раз чистый экран очень удобно ладно значит я хотел что у меня что там я прибил его да я прибил его джопс пустой значит мы в текущей консоли вычислительных процессов никаких не запущено сейчас мы сделаем что я хочу ооо vim кто такой vim это моя любовь vi это очень старый текстовый редактор ну сейчас классический vi уже обычно не ставят вот эти ребята которые делают vim они продолжают собственно свою социальную поддержку уже очень много лет десятилетий продолжает помогать детям в уганде вот могу только присоединиться вот что собственно благотворительность вещь очень важная вот эти ребята выбрали помогать детям в уганде вот ладно соответственно пользователи vim которые хотят спонсировать vim да они поддерживают вот тех вот товарищей я люблю vim очень значит так вот я сейчас при помощи этого текстового редактора открою файлик и напишу скриптик ну вы это видели много раз ладно что я хочу vim кого один just script ну скрипт я напишу я хочу чтобы у меня не кушать много времени time я хочу что я еще хочу и тертулс интересно как как его я уж не помню вот так да делать это я себе кайт поставил он вот с vim с интегрировался for i in itertools этот самый каунт этот самый time sleep по 3 секунды пускай не так долго и этот самый print hello ай ну окей все вот так вот я чтобы я хочу я хочу его запустить явным образом вот так вот ну и он у меня соответственно сейчас начнет раз в 3 секунды выводить мне эти самые так вот еще раз вопрос вот какой а что мне делать если я хочу запустить некоторый процесс но хочу чтобы он у меня это происходил на бэкграунде и не мешал мне слушайте надо было его кильнуть да не в control z отправлять а именно кильнуть его сейчас давайте сразу его кильнем control c keep button trap как мне это сделать для этого мне надо его поток вывода а ведь вы должны по идее помнить что у любого вычислительного процесса есть поток ввода std in да у него дескриптор 0 и два потока вывода ну про один из них то вы точно знаете да это поток std out в c++ он заворачивается в cout в объект cout он оборачивает работу с вот этим потоком вывода ну и мы обычно предполагаем что это консоль то есть он вываливает текст прямо на консоль да ну как в данном случае там hello он пишет туда да это поток имеет дескриптор 1 что не дескриптор ну в операционной системе все номерками обозначается вот дескриптор это операционная система запоминает так у меня мой вычислитель ваш вот этот вычислительный процесс он запрашивал работу с файлами я ему этот файл открою и скажу номер этого файла равен там 17 да это будет дескриптор файла так вот кроме файлов есть еще и потоки ввода вывода поэтому любой вычислительный процесс когда его создают да у него должны быть гарантированные ресурсы которые ему точно выданы сегмент стека да должно быть периодически ему процессор надо выдавать на возможность повычисляться да ну и поток ввода поток вывода и поток ошибок стд error в питоне доступ к этим собственно вот этим можно через там input print да а можно и напрямую через sys stdin sys stdout sys stdr то есть вот эти три потока к ним есть файловый доступ к ним можно обращаться как к файлам но единственное что записывать в stdin понятное дело нельзя да так же как нельзя там считывать ssddout и stdr ну и еще по ним нельзя ну по клавиату потому что вводят с клавиатуру нельзя отматывать то есть сик не работает они unsickable их нельзя сикать ну и stdout и stdr тоже нельзя отмотать то что вы уже выплюнули в стандартный поток вывода нельзя отмотать назад ну вот понятно да то есть вот есть некоторые особенности работы с вот этими потоками да они вот это чисто на вот два на вывод но интересно то что вычислительный процесс можно обмануть и обмануть при помощи операционной системы которая его создает ведь она выделяет ему вот эти вот дескриптор ну в смысле под потоки и сама разбирается в какую реальная консоль будет потом это печатать так почему мне не обмануть и не сделать так чтобы вот этот вот stdout выплевывался в реальный файл ну например out.txt да кто мне это мешает и это заставим делать операционную систему сам вычислительный процесс про это даже знать не будет это часто используется вот давайте это самое смотрите на этот сам вот я говорю дорогой вот эта галочка такая говорю я хочу отправить это в out.txt и посмотрите тишина я нажму ctrl z background тишина а теперь посмотрите листинг опаньки файлик появился откуда-то да ну-ка ls ну давайте я сделаю you пользователя минус you ну-ка наверное мне нужно а ну я точно знаю что ls а ls-l прошу прощения ls-l ls-l покажет мне расширенный long список и кстати я вот говорил что у каждого файла есть тот кому он принадлежит да то есть он ну нет это я не говорил у каждого файла говорю у каждого файла есть тот кому он принадлежит у каждого файла есть группа пользователей которая им властвует соответствует соответственно и ну там размер последнее время доступа да и это полномочия rv минус это rvx полномочия доступа пользователя это полномочия доступа группы то есть если будет кто-то еще принадлежащий группе текхерян ну у меня таких пользователей больше нет но если бы был такой пользователь то он мог бы читать этот файл но не мог бы в него писать а это полномочия для всех остальных для адрес то есть любой пользователь этого компьютера если он только сможет зайти в папку github-pid10-lesson-5 сможет прочитать содержимое файла out а давайте посмотрим что в этом файле ну-ка cutout.txt почему-то там ничего нет как же так ведь у меня же происходит собственно там вывод я же понимаю что там вот я попросил говорю выплевывай пожалуйста в out.txt если я завершу вычислительный процесс python1 script.py да он у меня сейчас естественно висит в jobs да он идет процесс происходит файлик и создан да если я его сейчас кельну то в out.txt окажется я правда не помню как там есть же наверняка может быть есть способ нет я не знаю как это самое без этого послать сигнал сиггинк без кила я все-таки привык киллом пользоваться я килл отправлю вычислительному процессу а как его придется посмотреть как его зовут 15149 килл ну второй 15149 прервись дорогой ну и у меня собственно питончик то прервался и собственно распечатка в файлик out скорее всего тоже прервалась видите jobs пустой ls минус l видите out у меня 467 байт уже занимает да давайте посмотрим его содержим ну я его текстовым редактором открою ну и как видите в нем вот он успел 52 раза ну почти минуту а нет 3 минуты значит мы тут болтал пока он почти 3 минуты он раз в 3 секунды у нас это плевал туда так вот что я хочу сказать почему же я не видел этого давайте-ка мы удалим файлик rm remove удалим файл rm out txt запустим еще раз вычислительный процесс ну странно да у нас вычислительный процесс пишет файл мы прям явным образом мы видим что на экран это не попадает оно попадает в файл но почему же я его отправляю в бэкграунд кстати давайте-ка я его сейчас это самое foreground и кильну еще раз его запущу вот сейчас jobs никого не покажет я прибил его значит и rm out я его еще раз прибью ну на самом деле это не обязательно потому что я и так если я перезапущу еще раз то он начнет перезапись файла заново то есть он сотрет и начнет заново его писать я хочу показать что не обязательно делать запускать процесс потом control z потом его в бэкграунд отправлять есть очень простой способ добавить в конце вот такой штучек ampersand и он автоматом его и иди на заднем плане там на фоне вычисляйся там то есть этот процесс отправлен рядышком там ну вот за кулисами а ты за кулисами пожалуйста пока делай и результат выплевывай в файл не мешай мне тут а я дальше буду в командной строке что-то делать так он там долбит а содержимое файла outtxt не появляется дело в том что операционной системы для работы с файлами есть буфера и она мы говорим пиши файл пиши файл она понимает подожди но это целую эпопею запускать жесткий диск эта штука медленная пока головки к нужному месту подведешь пока его извините там хоть раскрутишь да на самом деле он конечно крутится при включенном компьютере если он в сон не отправлен вот он крутится да но тем не менее пока головки к нужному месту подведешь целый кластер записывать елки-палки да эти кластеры они по 512 байт минимум а то и по и там пару килобайт а у меня еще даже там пару кластеров не накопилось что там две минуты а он там только нам добрался вот накопишь информацию хотя бы на пару кластеров вот тогда мы и будем это дело синхронизировать с реальным жестким диском поэтому операционная система запоминает то есть мы и говорим она говорит да окей мы говорим да окей получается что если я выключу питание компьютера то операционная система кэшировала все это буферизовала в оперативной памяти а реально на жесткий иск оно не попадало и файл не сохранился на самом деле это вообще стандартная работа с файлами вычислительный процесс чтобы оно реально попало на жесткий иск либо должен быть завершен даже хотя бы даже если он будет килл все равно операционная система она его буфера сбросит то что у нее хранились буфер она сбросит да даже если он расстрелян но нормальный способ это когда процесс сказал я закрываю этот файл ну тогда операционная система ну раз уж файл закрывают close ну тогда сбросим буфера есть еще один способ давайте проверим там как не накопилось у нас нет пока не накопилось он медлен он мало байт выплевывает операционная система еще не сбросила буфера значит можно сделать явным образом флаж то есть сам процесс может сказать операционная система ты знаешь я файл не закрываю но я хотел бы чтоб ты синхронизировала его с жестким диском ты пожалуйста сбрось буфера да я хочу как бы как бы сохраниться да реально синхронизироваться а второй способ это способ наш вот пользователи вот мы смотрим там сейчас пусто я кэт делаю а там ничего не показывает я могу сказать операционная система а я хочу вообще то чтоб ты для всех всех вычислительных процессов которые только есть ну который к которым я как пользователь имею право сделала синхронизацию ах ты зараза видимо нет не срабатывает это мне надо так как же мне это заставить сделать синх это видимо для синхронизации там файловым системам мне казалось что она должна сделать ладно нет так нет простите пожалуйста значит не это самое не сработало как интересно это сделать все таки прям интересно ладно нет давайте не будем у меня времени мало времени мало надо двигаться вперед значит тем не менее что я хочу я хочу этот процесс завершить control c тебе keep it interrupt значит что я хочу я хочу научить вас и еще одной вещи дело в том что бывает когда вычислительный процесс что-то получает и что-то отдает вот представьте себе я напишу второй скриптик 2 . пусть он называется 2.pay кстати да вот давайте я сделаю так чтобы этот файлик питоновский можно было запускать просто как вычислительный процесс потом мы запускаем запускаем их и по-разному да давайте вот кстати один скрипт хочу для начала давайте один скрипт вот что я сделал в начале сделал чтоб один скрипт можно было тупо запускать не писать каждый раз что его нужно запустить питоном как я это сделаю я должен добавить сюда комментарий в самое начало но этот комментарий особенный он должен начинаться с восклицательного знака комментарий с восклицательным знаком потом я скажу следующую вещь user bingenv environment то есть посмотри пожалуйста в окружение и поищи python ну в каком-то смысле я могу здесь явным образом указать python 3 то есть что это именно третьим питоном должно запускаться да и теперь этот скрипт можно запускать просто так я могу взять его и выполнить ну есть такая тонкость что для того чтобы его выполнить мне придется сказать полный путь к нему и запустить его но он зараза еще не запустится отказано в доступе подождите ну как же я ж только что его записал пользователь скрипт пай создан пользователем текхерянов как это почему я его не могу запустить я пытаюсь его запустить он говорит его нельзя запускать а смотрите у меня у текущего пользователя да даже у хозяина у оунера оунер у меня нет права execute я вот вам сказал что тут как бы rvx 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 так даже я не имею права запускать этот файл ну логично он у меня текстовичок тут не написано что он executable давайте я его слушайте дайте мне его сделать значит этот самый я его переименую mv я хочу ну во первых давайте я его назову не пай а хотела давайте чуть позже я в начале сейчас сделаю его исполняемым а уже потом назову не пай значит этот самый я хочу сделать сделать что ч мод ч мод чинч не знаю modifications или как сказать я не знаю полную расшифровку но звучит смешно ч мод команда ч мод значит у нее есть два способа запуска первый это вот типа такого ну когда я пишу три восьмеричных числа семь пять ноль и говорю файл естественно что команду ч мод поменять права доступа к файлу может запускать только оунер ну либо супер администратор я являюсь супер я не являюсь супер администратором но я хозяин этого файла в данный момент хуэ май такирианов да значит и соответственно у меня есть вот посмотрите если я вот это число напишу как восприму как двоичное число то его восьмеричное представление как раз будет вот 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 да соответственно 7 5 0 как восьмеричное число соответствует 3 винички семерка 1 0 1 пятерка 3 0 ну такой вот способ те кто знает хорошо связь восьмеричный и двоичный систем счисления могут очень быстро указать полный шаблон прав для модификации сказать с какими правами должен быть этот файл Это очень удобно. Поэтому этим пользуются. Чмод 000, я скажу, никому ничего нельзя. Или если, эй, дорогой, значит, этот, не знаю, там, пользователю можно все, больше никому нельзя. Ну, я сейчас, хотя, как сказать, будет группе нельзя, но я, соответственно, ой, сейчас, секундочку, это группа, это все-таки не то. Я не помню, как спросить группу свою. Забыл. Ну, неважно. Короче, ls-l, я посмотрю, собственно, во. Никому, этот файл никому нельзя ни читать, ни писать, ну, понятно, кроме суперадминистратора root. Но, тем не менее, да, я могу зато его теперь эксекьютить. Да? И теперь вот та команда, которую я только что делал, это вот она, длинная, она будет работать. И теперь он реально будет запускать и писать мне сюда хило. Ой, супер. Замечательно. Так, дорогой, прекратись. Значит, ну, писать вот так полный путь, это как-то лениво. Как мне сокращенно запустить эту программку? Для этого я могу просто сказать, из текущей папки запустить. Точка косая. То есть весь этот путь к текущей папке, pvd, я мог заменить на точку. И отсюда и возникает вот эта точка косая. Почему? Чтобы запустить файл, находящийся в текущей папке, мне нужно использовать точка косая. Да потому что это текущая папка, и, соответственно, в ней, то есть в текущей папке. Дело в том, что когда я набираю какую-то команду, например, ту же команду cat, это на самом деле исполняемый файл. Это утилитка, которая где-то валяется. Я могу сказать, где она валяется? Ой, where. Сейчас, секундочку. Как же там было? Кто помнит? Сейчас, секундочку. Мне казалось, where. Where is. Where is cat? И он мне говорит, вот, cat есть, user bin cat. Вот она где валяется. А не всякое. То есть он вот этим вот where is, он будет бегать реально, если я скажу, что-то выполнить. Того же пайтона. Того же пайтона попытаюсь запустить. То он какого пайтона, откуда он его берет? Да, я скажу, а где пайтон? А какой, что ты запускаешь в качестве пайта? Where is python? Я говорю, смотри, сколько пайтонов. На самом деле, да. Ну, понятное дело, что первого, какого он находит, он того и запускает, если я не ошибаюсь. Или последнего. Но он у меня на самом деле запускает. Видимо, последнего. Ну, короче, он запускает одного из вот тех, которых он тут находит. А что это за такие специфики? То есть получается, что он разыскивает файлы для запуска не тупо по всей файловой системе, а есть конкретные пути. Товарищи, мне придется сказать кратко про эхо. Эхо. Эхо – это эхо. Эхо, вот что ему написано в качестве параметров, то он и выплевывает в качестве результата. Ой, точка с запятой, это уже конец команды. Ну, короче. Эхо – это эхо. Он просто на экран что-то печатает. А теперь что я хочу сделать? Я хочу выплюнуть на экран содержимое переменной. Ну, и не всякая штуковина есть как переменная. Ну, хотя бэш, видите, он не ругается при отсутствующей переменной, он просто ничего не выводит. Но есть такая специальная переменная, которая называется path, большими буковками. И вот она содержит стандартные пути поиска для всякой фигни. Ну, как видите, там Kotlin, там какой-то SDK Man, там какие-то такая, Gradle, какой-то там, Miniconda Bean, да. Home, Tickherianov Bean, Miniconda, Konda Bean, так, UserLocal Bean, UserBin. Это все места. UserLocalGames, UserGames, HomeTickherianovLocalBin, HomeTickherianov Bean. Да, вот есть папки, по которым он будет искать. А вот текущая папка, она к таким не относится. Поэтому файл, бинарный файл в текущей папке, он не будет запущен по умолчанию. На самом деле я могу просто в рамках временно, временно взять, модифицировать переменную путей. Соответственно, set, мне недостаточно будет ее set. Мне нужно будет ее, мне нужно будет ее, даже не в рамках текущей команды, даже в рамках текущей команды, если не ошибаюсь, могу ее вот так вот модифицировать. Старый путь и добавить к нему, соответственно, текущую папку. Я не уверен, что это вот так вот срастется, но можно попробовать. Интересно, что получится. Точка с запятой и запустить файл, который называется 1 подчеркивание скрипт пай. О, срослось. Видите, я его запустил без точка косая, то есть я добавил к пути, но если я посмотрю, а что там у меня с путями, то, ох ты ж, елки-палки, надо же, текущая папка добавилась. Но текущая папка, это именно точечка, то есть вот она вот, видимо, если я вот так вот отсюда, то он будет из текущей папки ее искать. То есть он всегда, он не будет один скрипт искать там, где я написал ему. То есть сейчас он его не найдет, потому что я не это самое. Ну вот, короче, я взял ему и с это самое, в переменную сказал, добавь, пожалуйста, к путям вот это дело. Ладно. Забудь. Забудь, забейте. Хватит. Что я хочу сделать? В общем, это я временно, на самом деле. Если я перезапущу командную строчку, то этого не будет. Поэтому тот, кто хочет модифицировать и добавить какую-то папку к стандартным путям, чтобы свои экзешнички условно, да, исполняемые файлы свои писать куда-то, тот должен об этом позаботиться в настройках самой командной строки bash, чтобы ее стандартный путь, стандартные пути path были правильными. Для этого в домашней папке есть такой файлик. Давайте двинемся вперед. Что хочу я? Что-то я прям хочу. Значит, у нас осталось полчаса. Значит, сейчас я вернусь в папочку. Давайте немножко выдохну. Значит, я файлик, вот этот вот, как видите теперь, да, один скрипт пай, я его переименую просто в скрипт пай. Нет, в один подчеркивание скрипт. Я хочу вам рассказать еще про, то есть я вот так вот теперь у вас могу запускать, да, и он запускается. А теперь смотрите, я сделаю второй файлик, два скрипт. Я не буду его называть пай, слушайте. Ладно, нет, до момента пока я я назову его пай, пока я не закончу редактирование. Что я хочу делать? Я хочу, чтобы он у меня получал значение и обрабатывал его. То есть он бесконечно while true. Чтобы он что делал? Брал некую строку и печатал ее два раза. Все, больше ничего. То есть тупо берем, печатаем. Понятно? Так, окей. Окей. Теперь что? Я, а, я забыл еще кое-что сделать. Я хотел его сделать тоже, вот добавить этот комментарий, комментарий userbinenv. Посмотри, пожалуйста, в окружении, где тут валяется Python 3. И запусти его. Ну, то есть при помощи Python 3 запустить этот скрипт. Переместим два скрипт, просто два скрипт без пай. Ну, для простоты запуска. И change модификатор сделал ему, я скажу так, user плюс x. U плюс x. Это второй способ изменять право доступа. Только здесь я говорю кому. Можно сказать, user group other. Или user group разрешить писать. Или userу, не знаю, other запретить execute. Other минус x. Ну, у меня в данном случае userу надо добавить права на исполнение для два скрипта. И у меня, как видите, оба файлика стали исполняемыми. Только теперь второму скрипту не забирали права у остальных. Мы просто добавили дополнительное право доступа на исполнение собственно самому пользователю. Кстати, сам факт наличия права записи права x, прошу прощения, он у меня делает файл по сути исполняемым. То есть, чтобы сделал файл x. в linux достаточно просто выдать на него право доступа на исполнение. И пожалуйста. Итак, теперь я могу запустить второй. Я ему что-то пишу, а он мне пишет это два раза. Да? А теперь смотрите. Я хочу, чтобы у меня эти два файла работали в потоке. То есть, я говорю запустить первый скрипт и отдать его на прикорм второму. Мне не нужны файлы. Давайте вернемся к доске. Мне не нужны для этого файлы. Я говорю, операционная система. Я хочу, чтобы... Нет, не надо файл. Я хочу, чтобы один вычислительный процесс работал с другим как бы связанным такой трубой. То есть, то, что отправляется туда в STD-out становится STD-in для другого процесса. Ну, у него свой список этих самых вот. А уже это пускай выплевывается на консоль. Понятно? Это называется пайп труба. То есть, вот этот вот процесс связи называется пайп. Ну, этих труб всяких очередей вот таких вот много. В данном случае вот эта пайпа она делается примитивно. Вот такой вертикальной черточкой. И сейчас будет происходить прикольная штука. На экран будет попадать то, что генерирует первый скрипт, а второй скрипт это дело за ним дублирует. Ну, длинный слишком там пауза. Странно. Видимо, сам пайп там с ожиданиями какими-то. Сейчас, секундочку, я думаю, в чем дело, к чему он не печатает ничего. Не может же быть, что он у меня буферизует все это дело. Так, сейчас, секундочку. Как так? Input. Не может быть. Первый скрипт. Что у меня в первом скрипте? Дайте я сделаю ему поменьше эти паузы и поставлю их после этого дела и пусть он по одной секунде их делает. Вот, вот он их долбит. Замечательно. Так, соответственно, а теперь я скажу ему собственно пайп второй скрипт и негодяй. Интересно, почему? Но он не ждет, собственно, видите, да, то есть он не своего получает. Почему? Я думаю, что это связано с синхронизациями, только как же он, почему он давайте я сделаю импорт сис и прямо из самого вычислительного процесса буду запускать сис std out flash. О! Вот flash это сбрось буфера, то есть когда сам вычислительный процесс говорит операционный сис, ты, пожалуйста, сразу это делай, не оттягивай. И как видите, у меня эти два вычислительных процесса теперь работают встык. То есть один ему что-то туда долбит, а второй это тупо дублирует, ну дублирует в смысле выводит по два раза, да? Ну и до тех пор, пока первое это бесконечно будет длиться, да? Я не знаю, давайте мы сделаем не бесконечный цикл все-таки, а условно ой, ренч 100, ну пусть 100 раз и хватит, а лучше даже не 100 раз, да, сколько пользователя скажет? 10 раз и он вот сделает это 10 раз условно, да, и я вот таким образом смогу это, как сказать, отправить вот так, вот что называется, один другому. Соответственно, в командной строке есть довольно большое количество таких утилит, которые предназначены для удобной потоковой обработки. Одна из них называется греб. Соответственно, вот представьте себе, что у меня какой-то вычислительный процесс что-то выплевывает в большом количестве. ls-l etc. Ну вот сейчас мне выплюнет сюда все файлы настроек, которые валяются в папке etc. Ну их много. Говорит, так, дорогой, я хочу из этой папки, ну вот из того, что выплюнет эта команда, посмотреть только такие, да, погрепать, погрепать, только такие, которые содержат буковку там, x большое, ну и он только один такой, а x маленький. Какие файлы содержат x маленькие? О, тут много, потому что rvx у меня, как видите, да, rvx для многих файлов, ну давай погрепаем, там, не знаю, что-нибудь, давайте без грепа, этот самый, греп, о, 2019, о, 2019, о, и у меня есть файлики, которые, соответственно, в 2019 году, там у меня вот, ну, точнее, это не то, что 2019 год, просто в их имени файлов встречается 2019. Вот, так, друзья, значит, что мы сейчас, что мы сейчас освоили, значит, мы освоили работу в рамках, ну, таких вот, процесс, пользователя, смена прав доступа, дайте, я вот вынырну сейчас от этого дела, подумаю, что мы прошли, что мы не прошли. Я вам рассказал про вот этот пайп, да, что можно вот так вот выстраивать целую линеечку, одна из прикольных штук, там, АВК есть, AWK, для текстовой обработки, чтобы, что называется, там, слова вытащить, еще что-то, вот, смена права вопроса. А, да, можно? А вот смотрите, когда, почему без добавления SIS у нас программы не работают, то есть не обменивались, ну, они обменивались, они обменивались, просто, буфера не сбрасывались, а когда я делал, сделал Control-C, то он даже не стал выплевывать то, что там накоплено, я не знаю, почему, видимо, Control-C все-таки, он не сбрасывает нормальным образом, не закрывает поток и не выплевывает на экран, то есть оно накапливалось, 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 но так и не синхронизировалось с терминалом. Вообще, при распечатке в терминал, лучше, чтобы он был синхронизирован. А здесь, стандартный, вот этот вот, STD-OUT, он идет в синхронном варианте, то есть он каждый раз делает флаж, а вот Pipe, то есть получается, что зависание произошло, второй процесс ждал, а тут операционная система говорит, подожди, подожди, ну что я буду ему бросать input, когда тут еще так мало накопилось. То есть Pipe по умолчанию не работает в синхронном режиме, видимо, хотя нет, странно все-таки, сейчас я думаю, ведь я флаж делал для STD-OUT, а если бы мы его использовали, а я делал это, стоп, я делал это из первого процесса, я первый процесс заставлял, его STD-OUT, а его STD-OUT был пайпой, трубой, получалось, что я действительно пайпу говорю, пайп, а ну-ка сбрось, а ну-ка сбрось, каждый раз ему проталкивал, еще раз, А если бы через очередь мы это делали, через QA, у нас бы такая же была проблема, или так бы не получилось? Нет, нет, через очередь этого бы не было, это связано в первую очередь тем, что пайп операционной системы, вот эта вот вертикальная черточка, он работает по сути так же, как файлы, а у файлов это длинная буферизация. Так, товарищи, я думаю, что надо мне двигаться к рутовым полномочиям, но мне скорее даже не рутовая полномочия интересует, а то, а как в принципе вам попрактиковаться и доступиться, мне же надо вам выдать, чтобы вы могли где-то практиковаться, у вас же винда какая-нибудь стоит. Что для этого надо? Для этого надо, чтобы у вас был доступ на линуксовый сервер. Но я думаю, что это надо сейчас, нет, мы откладывать это не будем, но мы это сделаем сейчас с вами уже в режиме с учебной группой.